эпизод 9 после посещения пещер и табачная церемония еще раз напомним как выглядит пещеры как а у а миль по излюбленное место посещения карлосом кастанеда его группой и как прошло посещение этих пещер а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! и был очень интересный инсайт я правда забегаю наперёд еще свернусь к тому моменту осталось под этой воронкой на 15 минут но как бы сказать ну всю историю короткой сделать до в конце когда я уже возвращалась и по новой смотрела на эти сталагмиты и сталактиты я вдруг поняла что там прописана вся история человечества действительно в этих картинах и там знаешь как он был античный блок какой-то потом там юрского периода блок какой-то неандертальский блок древней греции блок славянский блок понимаешь то есть записанная информация технически она может капало и застынувало но дело в том что они это делали своими как сказать своим намерением они туда то есть не один их несколько туда записывала разные то есть это их форма но это знаешь как у каждого есть разная письменность вопрос для чего это они делали почему архив это как архив архив ну да можно вот и этих воронок там на самом деле несколько и они закрыты воронка которая сшла с потолка как купол такой не единственный там несколько и они все запечатаны они закрыты то есть получается как бы выход получается наверху где купол там стоит как заслонка закрыты сейчас да круто тогда объясни мне пожалуйста почему ты вошла в такое сильно измененное а состояние сознания если допустим они опечатаны и там только легкий шлейф что именно у тебя какая часть вызывал из двери к точке сборки как думаешь краткий анонс о путешествии по местам силы в сша в этом 2023 году когда 7 октября это суббота по 15 октября это воскресенье 2023 года это 9 дней или 8 ночей кто проводит ретрит профессиональные ведущие хорошо знающие самые интересные места силы в сша на близ горы шаста и вокруг седоны штат аризона это михаил маргарита и алекс готовы поделиться своим опытом что это за места это трещины между мирами так называемые трещины между мирами выводящие за границы обычное восприятие сознанием что входит в этот тур в этот тур входят встречи с шаманами каждый день похода к местам силы шаманские путешествия практике работы с сознанием и осознанными сновидениями почему это уникально потому что проводится всего один раз это необыкновенный личный и спиритуальный опыт встреча с самим собой работа с дублем дружба хорошая компания общение и поддержка если вас остаются вопросы задайте их пожалуйста в личном сообщении через одной из социальных сетей ссылки на которое приводится в описании к этому видео сколько стоит стоимость тура а 1999 долларов или евро но на этой неделе действует скидка и на этой неделе в случае внесения депозита возможно приобрести тур за 1890 долларов или евро сэкономив 100 долларов или евро нужен депозит о том как он вносится и сколько должно быть внесено в качестве депозита можно узнать написав личное сообщение пишите личное сообщение еще если вы не проживаете на территории сша или канады если у вас нет визы в сша а для вашего посещения она требуется то хороший вариант это отправиться в такое путешествие в режиме онлайн то есть в онлайн формате и таким образом получать каждый день стримы из поездки и все фотографии и видео эпизоды и интервью после поездки как это было с путешествием по мексике в январе 2023 года прошло которое прошло просто отлично на этой неделе для участия в онлайн формате стоимость онлайн участие идет за пол цены то есть за 9900 рублей или в долларах или в евро это всего лишь 139 долларов или евро если ты хочешь участвовать в туре по сша в онлайн формате напиши пожалуйста сообщение а сегодня по ссылке через одно из социальных сетей ссылки на которые приводятся в описании к этому видео после приезда в город в тот же вечер с помощью дедушки и бабушки у нас прошла табачная церемония поскольку табак это одно из растений силы на территории мексики и так как это было и и и и и и и и и если также за любовь и за гармонию и в честь нашей вакушкой луны в Кояшалке. Землю представляется на нашем алтаре зерна какао. Какао для наших предков было, для предков мишиков, было самым ценным продуктом. Его ели, из него делали шоколад, но растирали зерна. Но использовали только воду, не добавляли сахар. И считалось, что какао это еда для богов. И в то же время какао было первым денежным элементом. То есть какао использовали для расчета при покупке и продаже. Сегодня очень важный день, поскольку сегодня у нас полная луна. И это первая полная луна в этом году. Бабушка Атере говорит, что они очень счастливы провести церемонию вместе с нами в такой ночь, в такой день с полной луной. Как выносит легенда, когда приехали завоеватели на территорию Америки, то они начали крушить и убивать все, что было. И это 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 было. Во главе с женщиной, белой бизонихой. Они собрали все свои атрибуты и бежали на север, чтобы спасти традиции. Их было семь традиций. И женщину белой бизонихой ее прозвали потому, что она была покрыта шкурой белого бизона. Эти семь священных церемоний это первая священная трубка. Следующая это Амара де Тильма, когда люди женятся, то есть это связывается друг с другом одеждой. Следующая церемония это Типи, это темоскальский. Церемония Типи это церемония Пьёта. Пьёта это мексиканский кактус, который аналог Кайваски, тоже это медицинский, священная медицина. Следующая церемония это когда умирает кто-то, то проводят церемонию подъем креста. А следующая церемония это церемония дадения назначения имени твоего. То есть в традициях Мишека, когда тебе делают натальную карту согласно календарю Солнца и смотрят твои основные элементы твоих богов, которые присутствуют я в натальной карте и в соответствии с этим тебе дают имя. То есть у меня тоже есть натальная карта и в принципе в феврале мне тоже собираются присвоить имя Мишека. А и следующая церемония это танец посвященный Солнцу и танец посвященный Луне. Вы просмотрели и прослушали 30% материала. Если хотите ознакомиться с материалом в полном объеме, по цене обычного билета на обычный киносеанс, в том числе получить практики тальтеков, работы с периферийным видением, с обсидианами и зеркалами, напишите нам в одной из социальных сетей. Ссылки как с нами связаться приводятся в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продукция в основном текстиль, продукция, которую продают торговцы в San Cristobal de las Casas. Так они видят мир, когда улыбаются. Они держат в руках лечебные травы, лечебные растения в Мексике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok